Добрый день, это Абосс ТВ, меня зовут Сергей Сапко, сегодня в студии будем говорить о рекордах Украины. Один из них планируется зафиксировать уже в августе месяце, и по этому поводу сегодня у нас эфир Иван Кисиль, организатор этого действия. Добрый день, интересно, по-моему такого рекорда в Украине еще точно не было, и книга рекордов Украины тоже еще не фиксировала его. Но самый большой одновременный массаж будет зарегистрирован в Киеве, насколько я знаю. Как пришла мысль, что будет происходить, сколько человек будет участвовать? Рассказывайте. Ну, значит, это грандиозное мероприятие в Украине, оно проводится первый раз, но не только в Украине первый раз, а в СНГ, в Европе еще ни разу не проводилось это мероприятие. Поэтому мы будем первыми, кто проведет это мероприятие. Что касается прихода людей, ну, здесь сейчас зарегистрировано уже больше 300, а 300 человек уже приведут еще свои модели, поэтому будет уже 600. То есть мы почти-почти сейчас приходим к мировому рекорду, а мировой рекорд был установлен в Таиланде в 2014 году. Там пришло 702 человека. Это учитывая и тех, кто делает массаж, и люди, которым делают. Да, да, да. Это все одновременного массажа. И у них длился массаж, что характерно, мы можем продлить само действие именно в самом массаже. У них длился 10 минут, а мы можем сделать и 15 минут, и 20 минут. То есть мы немножечко, конечно, опередим. Но, повторюсь, мы будем первыми. И это очень здорово. Не только для Украины, это здорово для тех людей, которые соберутся, единомышленников массажа. То есть тем самым мы хотим показать, что Украина не хуже, чем Таиланд. Мы тоже Украина массажная, можно сказать. И мы тоже умеем делать массажи. Поэтому мы за здоровый образ жизни, мы за то, что пропагантируем, за то, чтобы люди приходили и делали массаж. Потому что массаж, это как пассивная гимнастика, она очень важна для человека. Насколько отклик большой сейчас у тех мастеров, которые будут принимать участие в этом мероприятии? Как реагирует массажное сообщество на такой прецедент? Очень даже позитивно. Допустим, в моем мнении очень много солидарных людей. И на данный момент есть Академия массажа. И Нельдия поддерживает тоже это мероприятие. Затем есть масса людей, которые пишут и отзываются. Но, к сожалению, приехать многие не могут, потому что далеко находятся. Кто в Запорожье живет, кто еще где-нибудь в каких-то регионах, они не могут приехать. Они поддерживают, естественно, своим словом и так далее. То есть тоже созывают людей, кто может приехать. То есть это очень приятно по этому поводу. Ну, вот как-то так пытаемся собрать. Это некоммерческое мероприятие. Поэтому никто никаких не зарабатывает денег. Здесь просто идет все на энтузиазме. А кто заявлен, из каких городов приедут все-таки массажисты со своими объектами массажа? Во-первых, кто успел сейчас купить билет на поезд, на все транспорты, которые идут в Киев, те и приедут. То есть заявлено, я же говорю, что сейчас больше 300 человек, 300 человек переедут уже со своими моделями. А те, кто не получит модель, получат именно в Киеве. Потому что это действие будет происходить в парке Дружбы народов, там, где арка Дружбы народов, там будет проходить именно это действие. 27-го этого месяца, с 14-ти до 18-ти. Поэтому все, кто хочет, пусть приходят. Даже те, кто не умеет делать массаж, мы там же и научим. Здесь не обязательно иметь какой-то диплом, или ты там массажист, но ты просто любишь массаж. Точно так же ты можешь взять с собой стол массажный, я не знаю, берите там все, что угодно, полотенце, простыни, чтобы можно было спокойно, комфортно разложиться. И делайте себе массаж, повторяйтесь за напарником, который будет рядом. Слушайте, ну мне вот интересно. У меня, например, дома массажного стола лишнего нет. То есть это же с точки зрения организации мероприятия. Это надо там 300 столов. И из Запорожья там условно тоже вести как бы массажный стол для того, чтобы зафиксировать рекорд. Ну накладненько. Ну я скажу... Есть ли в Киеве вот, да, уровень такой инфраструктуры? Конечно, конечно, есть. И что характерно, здесь не нужно брать с собой именно массажный стол. То есть вы можете брать с собой коврик обыкновенный, тот, который вы там занимаетесь фитнесом и так далее. То есть все, вы взяли, точно так же можете расположить человечка на этом коврике и делать ему массаж. А вот этот тайландский рекорд, там, ну мне интересно было бы, например, если бы было 600 человек массажистов именно. И там еще 600 моделей. Это 1200. Классно. Ну я вам скажу, что в следующем году, да, вот мы сейчас хотим провести, собрать все-таки, посмотреть, как это мероприятие пройдет. И в следующем году мы хотели бы провести, чтобы удобно было для наших регионов в Украине. Было удобно, допустим, если он не может приехать человек, но он хочет участвовать в этом рекорде, то мы хотели бы провести интерактивно. То есть прямой эфир сделать, допустим, Запорожье, соединить это все в Киеве. И точно так же регистрировать людей по всем нашим регионам, где будут проходить это мероприятие. Поэтому мы можем собрать и больше людей, намного больше. Потому что очень много людей не могут сейчас приехать, все могут в отпуске, конечно, отдыхают. Но все равно мы, даже если бы я пришел один, мы в любом случае бы поставили бы рекорд Украины. Если бы я даже пришел один. Потому что это мероприятие проводится первый раз в Украине. Я же повторюсь, это и в Европе, и в СНГ еще не было этого. Поэтому мы самые первые. Поэтому ждем, кто придет, слава богу, мы всем будем рады. А что книга рекордов Украины, как отзывается? Какие такого характера были какие-то попытки в Украине? Ну, может, не на самый масштабный, на самый длительный, знаете, разница же есть. К сожалению, не было. Не было ни одного такого, ни рекорда, ни даже, может быть, были какие-то форумы. Но это форум был. А здесь заключается рекорд именно в одновременном массаже на какое-то длительное время. Ну, там, 8, 10, 15, 20 минут. Это сколько уже мы протянем все это дело. Поэтому никогда не было. Поэтому мы будем первыми. Класс. А что еще предполагается? Я так понимаю, с 14 до 18 будет все мероприятие. Но это же не 3-4 часа массажа непрерывного. Что еще будет на мероприятии и на что стоит посмотреть? Ну, вообще, стоит посмотреть на само мероприятие. Это первое, как люди будут делать массаж. Это очень интересно. Второе, естественно, это знакомство. Это собрание тех людей, которые близко к массажу. Опять же, это все настолько близко к людям, которые занимаются массажем. Это рассказать о чем-то и так далее. То есть, ну, люди будут собираться по своим каким-то интересам. И это тоже интересно и для других людей посмотреть, как это все это действие будет. Опять же, повторюсь, что сейчас мы проводим это некоммерческое мероприятие. Это то, что мы собрались все вместе и сделали грандиозное такое мероприятие для нашей Украины. А хочется сделать его коммерческим? Или это именно популяризаторский инструмент проникновения в аудиторию и рассказа всем, что массаж есть, приходите массажироваться? Я бы сказал, что я бы лично сам не делал бы коммерческого мероприятия. Потому что, ну, во-первых, это все не только для самих массажистов. Это для Украины. Это то, что мы первые. То есть, даже не любая другая страна сейчас этого не делала. То есть, ближайшая, которая у нас по СНГ, даже ни одна страна не делала. Поэтому я не думаю, что здесь нужно делать именно коммерцию. То есть, кто хочет помочь, мы денег никаких не просим совершенно. Просто если есть помощь в каких-то, допустим, съемках, аэросъемках или еще что-нибудь, да, мы вот, конечно, чем больше мы охватим это мероприятие, то в следующем году мы сможем завлечь еще больше людей, еще больше сделать массовые мероприятия. Вот мне интересно, как фиксировать, например, на расстоянии, да, там, всеукраинский массажный фестиваль. Не знаю, насколько я имею опыт общения с Книгой рекордов Украины. Это представитель Книги рекордов на самом мероприятии. Он пересчитывает там на считалку, грубо говоря, да, там, всех людей. Возможно ли вообще там по Украине? По регионам, конечно, безусловно. Почему? Потому что есть, ну, я не знаю, назовем их агенты, которые будут ответственны тоже подходить к этому вопросу. То есть, может быть, это какие-то сотрудники тоже с регионов будут, да, с рекордов Гиннесса или там с рекордов Украины. Они будут тоже просчитывать, и у нас будет на 100% правильный, как бы, подсчет со всех регионов, даже если мы соберем в следующем году именно по этому мероприятию. Сейчас мы уйдем на небольшую паузу, а вот после паузы мне было бы интересно узнать все-таки, а как Книга рекордов Гиннесса относится к этому и какие прецеденты есть. Есть ли вообще прецеденты массового одновременного массажа? Друзья, дождитесь второй части, это Аббос ТВ.